Друзья, сараму алейкум, всех приветствую! В данном видео поговорим с вами о конструкции присоединения или Эль-Илбофа. Данное видео предназначено для того, кто уже начал изучать грамматику арабскую, то есть синтаксис, морфологию и имеет хотя бы какое-то понимание об этой науке. Видео необходимо смотреть с цитраткой и ручкой. Итак, Эль-Илбофа – это конструкция присоединения, когда одно слово, которое называется по-арабски «мудоф» в термонологии арабской грамматики, то есть дословно то, что присоединяется, присоединяется ко второму слову, которое называется «мудоф» и «ляйхи», дословно то, к чему присоединяется. «мудоф» и «ляйхи» всегда находятся в положении «джар», в грамматическом положении «джар». То есть если вы поняли, что то или иное слово является «мудоф» и «ляйхи», то, соответственно, вы понимаете, что оно находится в положении «джар». То есть это так называемая профессия. При этом у первого слова «мудоф», то есть у того слова, которое присоединяется, удаляется «танвин». О «танвине» мы уже говорили, есть видео на данную тему. Если не знаете, что это, или хотите повторить эту тему, пройдите по ссылке в описании. Значит, у «мудоф» у первого слова должен удаляться «танвин» обязательно, то есть у первого слова не может быть «танвина». Также «артикль» определенный «эль». Также «нун» двойственного числа, которое появляется в преобразовании двойственного числа, или множественного числа, стандартного множественного числа мужского рода. Например, «каляму мухаммадин». Слово «мухаммад» — это «мудоф» и «ляйхи», оно находится в положении «джар». Это то, к чему относится первое слово, к чему оно присоединяется. Первое слово «калям» — это «мудоф». То есть слово, которое присоединяется. Здесь мы не можем использовать «танвин» у первого слова, то есть мы не можем сказать «калямун мухаммадин». Так нельзя говорить. Мы не можем здесь использовать «артикль» в первом слове, то есть мы не можем сказать «эль-каляму мухаммадин». Также, если у нас будет двойственное число, то есть две ручки или два карандаша образуются у нас путем прибавления «эльф» и «нун» в положении «рофа». Это вы все знаете. «Калямани» — то есть две ручки. Но если слово «две ручки» будет «мудоф», то есть слово, которое будет присоединяться ко второму слову, тогда «нун» необходимо удалить. То есть нельзя говорить «калямани мухаммадин». Нужно обязательно сказать «каляма мухаммадин». То же самое и со стандартным множительным числом мужского рода. Например, «муаллимуна». Мы знаем, что в положении «рофа» стандартное множественное число мужского рода образуется путем прибавления «уал» и «нун». В положении «рофа». Только мы сейчас не о двойственном числе говорим и не о множественном. Но если, например, «муаллимуна». Но если это слово будет у нас «мудоф» — «учителя», то есть оно будет присоединяться к какому-то другому слову, например, «альмадраса» — «учителя школы», я хочу сказать, то необходимо сказать «муаллимульмадрасати». «муаллиму» — «нун» здесь удалилось у нас, потому что это «мудоф». И «альмадрасати» — слово «мудоф и лейхи» — оно находится в положении «джар». Кроме того, если второе слово, то есть слово, к которому присоединяется, то есть «мудоф и лейхи», если оно является определенным, и мы с вами уже говорили, какие существительные в арабском языке являются определенными, если не помните или хотите просто ознакомиться, то пройдите по ссылке в описании. «Мудоф и лейхи». Если это слово является определенным по какой-то причине, то чаще всего, не всегда, почему не всегда мы узнаем дальше, чаще всего первое слово, то есть «мудоф», которое будет присоединяться, оно тоже будет определенным. Например, слово «китаб» — «книга» у меня неопределенная, и «раджуль» — «мужчина» с определенным артиклем — это слово определенное. Если я говорю «китабу раджуль» — «книга» определенного мужчины, то слово «книга» — «китаб» — тоже становится определенным благодаря «мудоф и лейхи». Об этом мы с вами говорили. Так работает не всегда, и мы будем об этом еще говорить чуть позже. Вопрос. Что будет, если неопределенное слово присоединится к неопределенному слову? То есть неопределенное существительное к неопределенному существительному? И можно ли так вообще делать? Да, так делать можно. Что это даст? Это даст так называемую конкретизацию или «тахсис». То есть, например, у меня слово «китаб» — «книга» — неопределенное слово «какая-то книга», то есть неопределенное. И слово «раджуль» — «мужчина». Какой-то неопределенный, неизвестный мужчина. Если я говорю «китабу раджуль» — «какая-то книга какого-то мужчины». Это называется «тахсис» или «конкретизация». Это степень между двух степеней. То есть, это слово «книга» — «китаб» — не стало определенным, потому что «раджуль» — тоже неопределенное слово, но оно уже и не совсем неопределенное. Почему? Потому что здесь как бы круг у нас все равно сужается. То есть, я немного конкретизировал все-таки, что это за книга. Да, сама книга неизвестна, но я уже понимаю то, что эта книга не женщины, эта книга не ребенка и так далее. То есть, это какая-то книга какого-то мужчины. Да, неопределенная, но все равно уже у нас круг сузился. Это называется «тахсис» или «конкретизация». «Степень между двумя степенями». Итак, «идофа» или «конструкция присоединения» бывает у нас двух видов. Либо «идофа махда» — полноценная «идофа», чистая «идофа». Либо «идофа гайру махда» — неполноценная, или ее также называют еще «ляфвия». То есть «идофа», которая действует только в произношении, не по смыслу. И начнем, пожалуй, мы со второго вида. «идофа гайру махда» — неполноценная «идофа». Что это такое? Это когда первое слово, то есть «мудоф», слово, которое присоединяется, оно должно быть обязательно либо «исмуфаль» — формула действующего лица. Мы сейчас говорим про морфологию, не про грамматику. Поэтому, если кто-то не проходил эту тему еще в морфологии, то, ну, послушайте, но в любом случае, я думаю, будет более понятно это когда вы пройдете эту тему в морфологии, и можете еще раз сюда потом вернуться. То есть первое слово «мудоф» должно быть по формуле действующего лица, «исмуфаль», либо по формуле «исммафауль» — формулы того, на что падает действие, либо по формуле «асцифуту альмушаббаха» — это качество, которое похоже на формулу действующего лица. Это все проходится в морфологии. То есть одно из трех должно быть мудоф. Как, например, «борибу зейдин» — «бьющий зейда», «исмуфаль». Первое слово «мудоф» — это «исмуфаль». Или «муарт динарин» — «тот, кому дали динар». «Арто юрты» — глагол «давать», а «муартан» — это «тот, кому что-то дали». «Март динарин» — то есть это формула того, на что падает действие. «Муарт динарин» — «тот, кому дали динар». Либо «сифуту альмушаббаха» — «хасану львачхи» — «красив лицом». То есть вот эти все три слова «дориб», «муартан» или «эльмуартан» и «сифуту альмушаббаха» — «хасану львачхи» — можно заменить смело на глагол. То есть «я дрибу зейдин» — «исмуфаль». Или «юарт динарин» — «тот, кому дается динар». Или «яхсунувачхуху» — то есть его лицо красивое, но в арабском языке это как в виде глагола выражается. То есть вот первое слово «мудов» — оно должно быть либо по формуле действующего лица, либо того, на что падает действие, либо «сифуту альмушаббаха» — качество, которое похоже на действующее лицо. И плюс оно должно влиять на второе слово так же, как на него влияет глагол или «влиял бы» глагол. То есть вот «зейд», например, «дорибу зейдин» — «зейд» — это «мамуль ли дориб». Это то, на что влияет слово «дориб». Вот такое условие у вот этой конструкции неприсоединений, неполноценной. Что это такое неполноценно? «Дорибу зейдин». В примере, например, «марарту бираджулин» — «дориби зейдин». Вот здесь у нас слово «дориб» — это «мудов». И здесь «идов» у нас неполноценная. «Гойру махда». Почему? Потому что у нас слово «мудов» — это «исмуфаэль» — формула действующего лица. И плюс оно как бы влияет на «мудов» и «лейхи». То есть оно... Я могу смело заменить это слово на глагол «ядри бузейдин». Смело могу заменить. Вот такая «идово» — она не дает «мудову», то есть не дает слово «мудов» определенность без каких-либо разногласий в этом вопросе у филологов. И большинство филологов также говорят, что не дает и конкретизацию также. И поэтому я могу вот этой «идово» описывать неопределенные существительные. То есть у меня первое слово «марарту бераджулин». «Раджуль» — это неопределенное. А потом я говорю «бераджулин дорибизейдин». Так вы можете сказать «дориб» — это же у нас определенным становится, потому что это «мудов» к «мудов» и «ляхи», а «мудов» и «ляхи» — «зейд» — это у нас имя собственное, имя собственное всегда определенное. Так почему же мы сейчас описываем определенным словом, то есть «дорибизейдин» — это у нас «дорибсифа», да, неопределенное существительное — это «бераджулин». Почему так можно? Потому что это «идово гойру махда» — неполноценная «идово». Зачем она нужна вообще? Она нужна только для облегчения произношения, или «литтахфиф» филологи называют, да. То есть, ну, намного легче сказать «марарту бераджулин дорибизейдин», чем «марарту бераджулин дорибин танвин», да, «зейдан танвин», да, это как «мофоль бихи» тоже будет. То есть это нужно ли «дтахфиф» просто? Эта конструкция, неполноценная конструкция присоединения, она работает только в произношении, то есть она для облегчения произношения нужна, и все. Она не дает мудофу ни определенности, ни конкретизации. Вот такая вот «идово». Второй вид «идово махда» — это полноценное уже присоединение, конструкция присоединения, когда первое слово присоединяется ко второму и в произношении, и по смыслу. Допустим, «китабу раджулин», или «китабу раджули», если определенное. Здесь «мудоф»… Если «мудоф» или «ехи» у нас слово определенное, то «мудоф», соответственно, тоже становится определенным. «Китабу раджули», слово «китаб» становится определенным благодаря ар-раджуль, потому что ар-раджуль с артиклем. Если же оба слова неопределенные, то получается у нас конкретизация, то есть мы немного конкретизировали слово китаб или книга. Это называется идофа-махда. Полноценное присоединение, оно и по смыслу полностью присоединяется, и в произношении тоже полностью присоединяется. Еще раз, неполноценное идофа или неполноценное присоединение, оно нужно только для облегчения нашей речи, только в произношении. И мудоф у нас всегда это, либо исмуфаэль, либо исмафауль, либо сифатуль мушабаха. И мы можем заменить, собственно, на глагол всегда. Ядри бузейдан, юато динаран, яхсуну вачхуху, например. Полноценная конструкция присоединения, или идофа-махда, может нести три смысла. Это либо смысл частицы фи, нахождение внутри чего-то, либо это смысл частицы мин, когда что-то является некоторой частью чего-то целого. То есть, ну, некоторая часть, да. Либо это смысл частицы ли, или принадлежность. Как, например, зейдун алимуль-мадина. То есть, алимуль-мадина можно заменить алимуль-филь-мадина. Зейд – это ученый определенного города, или Медина, например, в зависимости от контекста. Я могу спокойно заменить зейдун алимуль-филь-мадина. Это со смыслом фи, потому что, да. Зейдун алимуль-мадина. Здесь идофа у нас со смыслом фи, или нахождение внутри чего-то. Хэда хатаму хадид. Это дословно как бы печатка из железа, из металла, или металлическая печатка. То есть, вот здесь идофа, конструкция присоединения, несет в себе смысл мин, или когда что-то является частью чего-то целого. Хатам – это у нас печатка. То есть, это изделие из металла. Это изделие является частью, а металл является как бы целым. Я здесь могу спокойно заменить. Хэда хатам мин хадид. Это печатка, это кольцо из металла. Здесь у нас несет смысл мин. Или, например, частица ли, со смыслом частицы ли. Это самая распространенная, наверное, идофа, конструкция присоединения, когда принадлежность. Указывать на принадлежность китабу Мухаммад. То есть, китаб ли Мухаммад. Собственно, так мы и указываем принадлежность. Принадлежность двумя способами. Либо с помощью идофа китаб Мухаммад. Либо с помощью частицы ли. Когда что-то принадлежит чему-то. То есть, первое слово принадлежит второму слову. Это, конечно же, не все. Всегда есть какие-то исключения. И, в принципе, идофа – это тоже тема такая немаленькая. Но здесь я, наверное, упомянул самые распространенные моменты, которые будут вам нужны для понимания книг различных, средней сложности текстов и даже стихотворений. В принципе, этого достаточно. Шукрана льмушагада ля ля ляко.